Сегодня в эфире. Средства первой группы и те, кому инвалидность установлена бессрочно, могут проходить военно-врачебную комиссию ВВК заочно. Остальные должны будут являться лично. Как пишут «Известия», в предстоящий весенний призыв 2013 года военно-врачебные комиссии ВВК собираются рассмотреть дела более 10 тысяч призывников с бессрочной первой, нерабочей, группой инвалидности. Как проходит обследование призывников в Петербурге, читайте здесь, по словам председателя первой городской независимой военно-врачебной экспертной комиссии Сергей Стрельченко, сама по себе группа инвалидности – не основание для признания молодого человека негодным к военной службе. Категория годности определяется в соответствии с расписанием болезней специалистами военно-врачебной комиссии. Молодой человек, имеющий группу инвалидности, сейчас должен пройти военно-врачебную комиссию один раз. По ее итогам, вне зависимости установлена группа постоянно или на определенный срок, врачи выдают призывнику «белый» билет. Если группа временная, МСЭ может снять инвалидность. Молодого человека признают полностью трудоспособным, но в армию его уже не призовут, хотя он может быть уже годным к ней, военный билет уже на руках. Чем болеют петербургские призывники, узнайте здесь, подтверждение инвалидности каждый призыв могло бы помочь «поймать» призывников «плавающей» годности. Кроме того, оно помогло бы выявить лжеинвалидов, купивших группу, денег на каждые полгода, скорее всего, не хватит. Попытался узнать, как скажутся предстоящие нововведения на работе в ВВК, МСЭ и призывниках. Оказалось, что самим участникам Организации медицинского освидетельствования призывников ничего об инициативе Минобороны неизвестно. А Сергей Стрельченко рассказал, что эта инициатива обсуждается уже давно, но в действие пока не вступила. По его мнению, ни к чему хорошему подобные меры не приведут, большая часть инвалидов призывного возраста – это инвалиды детства, с бессрочной группой. Молодых людей с третьей группой, выданной на короткое время, немного, поясняет специалист. Кроме того, купить отсрочку в военкомате во много раз проще, чем группу у экспертов МСЭ. Порядок нужно наводить в военкоматах, а не за счет инвалидов. Благая, на первый взгляд, цель закончится тем, что ребят с тяжелыми физическими нарушениями бессмысленно затаскают по ВВК. Как будет устанавливаться инвалидность по новым правилам, узнаете здесь. Между тем, члены президентского совета по правам человека, СПЧ, хотят предложить упразднить ВВК и передать их функции врачам гражданских поликлиник. По их мнению, военкомат не может обеспечить полноценного обследования, для этого нужна поликлиника или учреждение здравоохранения, где есть возможности для этого. По результатам обследований районные врачи будут предоставлять в военные ведомства списки призывников, негодных для службы в армии.